Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на сцене сегодня Дмитрий Горчаков, физик, журналист, популяризатор науки. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Одна из самых загадочных и тревожных новостей на этой неделе – это история с выбросом радиоактивного вещества рутения-106 на Южном Урале и последующее признание Росгидрометом этого факта. Правда, спустя почти два месяца после случившегося. Я знаю, что ты в теме специально разбирался, а потому я попросил бы тебя поделиться информацией, чтобы развеять тревогу и недопонимание, потому что и то, и другое, конечно же, есть. Главный вопрос – то, что случилось, это опасно? Мы умрем? Нет, мы не умрем, потому что мы даже не знаем, что случилось. На самом деле, утверждение о том, что случился выброс на Южном Урале – это тоже еще факт. Это не факт. Это предположение французов, откуда, собственно, вся история началась. Дело в том, что первые сообщения о том, что где-то в воздухе есть этот изотоп, пошли из Франции, из Европы. Германия, Франция, они первыми зафиксировали на своих метеорологических станциях наличие этого изотопа в очень маленьких количествах. Угрозы для здоровья нет, превышения допустимой концентрации нет. Но хотелось бы понять, откуда это все взялось. Да, это все равно ситуация, которая требует какого-то разбирательства. Они сделали предположение с учетом розоветров, мощности выброса, как-то промоделировали и высказали первое и на данный момент единственное предположение, что… Из России придуло. Откуда-то, да, из района Южного Урала это наиболее вероятно. Не точно. Никаких подтверждений, доказательств у них нет. Но смотри, наши опровергали или отмалчивались, там разная была тактика. И Росгидромет буквально на днях говорит, да, действительно, мы тоже что-то подобное зафиксировали. Да. Тут уже пора как-то встревожиться и озаботиться. И здесь уже эту информацию Росгидрометра каждый начал трактовать, как ему удобно и как ему хочется. На самом деле Росгидромет действительно подтвердил, что в эти даты, начало, конец сентября, начало октября, здесь на Южном Урале, около комбината «Маяк», который сейчас больше всего подозревают, около него действительно были обнаружены тоже небольшие концентрации рутения. Точно так же опасных для здоровья концентраций нет, превышения допустимых нормативов нет. На самом деле уровни такие же, как в Европе. Даже в Европе где-то и меньше. То есть Росгидромет не подтвердил то, что у нас была авария. Он подтвердил, что где-то был выброс, и у нас такие же уровни, как и в Европе. У тебя есть какие-то личные предположения, откуда мог был сделать выброс? Ты правильно говоришь, сразу начали думать на «Маяк», ну потому что, собственно, а на кого еще думать? 100 лет богато. Сколько у нас там, в 1957 году, 60 лет назад, вот так вот ровно, там была серьезная авария. Хотя я видел и другие версии. Говорят, что это, может быть, какое-то медицинское производство. Может быть, это с космоса, там какой-то спутник упал радиоактивный. Все-таки какая версия тебе кажется наиболее предпочтительной? Да, версий действительно много. Конечно, все в первую очередь подумали на «Маяк». Когда сказано «Южный Урал», все думают про «Маяк», все, что связано с радиацией. Это предприятие, наш главный переработчик ядерного топлива и главный наработчик плутония для атомного оружия. А рутений, он как раз берется в процедуре переработки ядерного оружия. Да, рутений – это искусственный изотоп, он получается только в результате действенности человека. В ядерном реакторе его нет, да. То есть он образуется в ядерном топливе. Но в ядерном топливе образуется очень много разных элементов. Там половина таблицы Менделеева. И то, что летит только рутений, как раз говорит о том, что это не могла быть авария на атомной станции или на предприятии переработки ядерного топлива. Просто потому, что летело бы очень много всего. А нашли только рутений 106. Поэтому многие склоняются… Версию с маяком отметаем? Ну, по крайней мере, есть сильный аргумент, который против этой версии говорит. Но тогда больше склоняются к другой версии. Что это, возможно, какой-то источник, который используется в медицине. Потому что основное использование рутений действительно в медицине для лечения опухолей глаз, органов зрения. Но и там используется чистый рутений. Как раз вот этот наш случай. Возможно, какой-то источник как-то случайно нехорошо утилизировали, выбросили, распылили. Это отдельный вопрос, как это произошло. Но дело в том, что в России для этих медицинских целей его производят настолько мало, что даже если весь его собрать и выбросить, пусть где-то из района маяка, он до Европы просто не долетит. Поэтому французы смоделировали. Они даже посчитали, какая должна быть мощность выброса. Сколько этого рутения должно где-то здесь на Урале взорваться и улететь. У нас просто столько рутения нет. Если бы это количество здесь распылили, это была бы серьезная радиационная авария. У нас бы повысился радиационный фон, обычный гамма-фон. И это бы мерилось просто бытовыми приборами. Этого не наблюдается. Вывод-то какой? Это загадка? Что-то сравни Бермудскому треугольнику? Что-то непонятное? Да, это загадка. Я как научный сотрудник отчасти рад, потому что интересный научный вызов. Действительно, это экзотика. Рутения-106, таких выбросов не бывало, я по крайней мере не припомню. Как, откуда он появился на такой большой территории от Урала до Европы примерно на одном уровне, это отдельная загадка. И здесь еще есть другая версия, что это космический спутник. Она как раз может объяснить, почему на большой территории все это высыпалось. Ну-ка, ну-ка. И как это могло выглядеть? То есть он упал? Да, если бы источник был не в одном месте, если бы на маяке взорвалось и полетело, вокруг маяка было бы очень высокое загрязнение. Но загрязнение равномерное. То есть если бы падал спутник, он потихоньку бы осыпался. И примерно на одном уровне все насыпалось. Но эта версия на самом деле еще более бредовая и невероятная, потому что и даже Международное агентство по атомной энергии, они запросили и сказали, нет, спутники не падали. И на самом деле их отследить проще. И на самом деле подтверждение, что у нас в космосе летают спутники. То есть теоретически такой спутник можно сделать с рутением. Но то, что такие реально летают, подтверждений никаких нет. Загадка. Будете разгадывать. Держать нас в курсе. Дим, ну смотри, я понимаю, тебе физическая сторона вопроса явно интереснее, но мне кажется, нашим зрителям все-таки хочется знать, насколько это опасно с точки зрения здоровья окружающей среды, вообще нашего будущего в широком смысле слова. Замечательно сказал министр здравоохранения Челябинской области, когда его спросили, не опасно ли это все. Он говорит, не переживайте, пейте пиво, смотрите футбол. Но как-то не переживать не получается. У нас тут и так радиационный фон повышенный. Раз, кругом много предприятий Росатома-2, с онкологией все очень нехорошо. Три. Он говорит, пейте пиво и не парьтесь. Это как? Ну, это можно объяснить только тем, что уровень рутения, который нашли, он действительно очень маленький. Он в 200 раз ниже допустимых нормативов. А даже допустимый норматив, он в общем-то не опасен для здоровья. Поэтому такие разговоры, ну, к сожалению, можно допустить. Какие-то шуточки на эту тему, к счастью. Поэтому можно спокойно об этом говорить. Но опасно это или нет, то есть действительно дозу, которую можно получить от этого рутения, от таких концентраций, она абсолютно не опасна. Более того, бояться на самом деле надо не этого. Я понимаю, почему все боятся маяка с учетом тех аварий, которые там были, и тех огромного количества отходов, которые там находятся и могут куда-то выйти, да, все этого боятся. На самом деле, больше бояться надо, скорее, природной радиации, которая гораздо больше, чем вот этого рутения. Радон? Радон в том числе, да. То есть все облучение от техногенных радионуклидов, в том числе и рутения, оно не больше 10% от того, что мы с вами получаем каждый день просто 365 дней в году. А от радона, это природный радионуклид, природный газ, который есть у каждого из нас дома, это половина той дозы, которую мы получаем ежегодно. Объясни мне, пожалуйста, нормально ли то, что информация о радиоактивных проблемах, ну, сейчас мы не будем говорить об их размере, да, об их объеме этих проблем, приходит к нам из Европы. Не значит ли это, что со времен Чернобыля за последние 30 лет мало что изменилось? Тогда ведь тоже отрицали все до того момента, пока уже, ну, это стало просто физически невозможно. Ну, так можно рассуждать только при гипотезе, что действительно авария случилась у нас. Мы молчали, а нам сказали из-за границы. То, что что-то случилось у нас, это еще не факт. Поэтому где-то что-то действительно случилось. Европейцы зафиксировали и отчитались. На самом деле, вот Международное агентство по атомной энергии, после того, как французы сказали, что мы что-то нашли, они запросили все страны. Кто что видел? У кого есть какие приборы, поделитесь. 36 стран прислали данные, в том числе и Россия. Мы по Питеру отчитались, в Питере такие находили рутени в небольшом количестве. 7 стран отчитали и сказали, а мы не меряем рутени, мы не умеем, мы это не фиксируем. И позже просто Росгидромет уточнил данные. Он добавил еще то, что вот по Челябинской области. Но тоже уровни такие же, как в Европе. Как у нас с системой мониторинга и оповещения? Все ли в порядке? Или действительно будут молчать до последнего и не скажут? Молчать будут или скажут, это скорее не к системе мониторинга, это взаимоотношения власти и общества. Но мониторинг у нас налажен. Пункты, которые Росгидромет привел данные, они вокруг маяка. Вот как раз вокруг всех ядерных производств у нас в стране есть пункты, которые измеряют выбросы радионуклидов. Информация вся идет Росгидромет, они публикуют отчеты. Тот отчет, который был опубликован, это как раз стандартный еженедельный отчет о каких-то превышениях норм. Скажем так, даже не норм, а обычных уровней. То есть обычно было столько, а сейчас столько. Вот в тысячу раз больше. Но все равно ниже, допустим, концентрации. Это все на сайте Росгидромета можно отслеживать. Кроме того, обычный гаммафон, который мы все время меряем, там 10-15 микроинтеген в час, это все точно так же можно в интернете, в режиме онлайн отслеживать вокруг всех ядерных объектов России. То есть если что-то, не дай бог, произойдет, скрыть, замолчать, не оповестить, не получится скрыть. У нас не советские времена, к счастью, когда все было централизовано. Сейчас очень много ведомств, Росгидромет, Ростехнадзор, они все друг за дружкой следят. И если бы что-то было, даже по каким-то слухам, каналам между специалистами, это скрыть бы не удалось. Самое последнее. Люди радиации боятся. Люди боятся атомной промышленности, в том числе потому, что эти вещи взаимосвязаны, они говорят, что не чувствуют себя в безопасности. Это показывает в том числе и опросы этой недели, когда разбирали эту рутениевую ситуацию. Нормально ли это? И надо ли с этим как-то бороться? Это, к сожалению, нормально. Это особенность человека. Это типичное, так называемое, когнитивное искажение, иррациональный страх. Мы боимся, вот как некоторые люди боятся летать на самолете, хотя вероятность погибнуть в автокатастрофе гораздо выше. Это как бы незнание элементарных вещей, статистики. Атомная энергетика дает, как я уже сказал, не больше 10 нескольких процентов вклада в ту дозу, которую мы получаем ежедневно. А о природных источниках радиации люди вообще не знают и не задумываются. Это просто не так пугает. Картинка Чернобыля всем известна, всем понятна. Пугает страх, который ты можешь себе представить. Вот и все. Спасибо большое. Дмитрий Горчаков был на стенде сегодня. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова